Всем привет, всем здравствуйте! Вы снова на канале Виктория Каррера и добро пожаловать! Я рада вас приветствовать у себя в гостях. И сегодня в преддверии Нового года я захотела снять видео о постановке целей и задач. Все-таки я же коуч и как же без целей задач на предстоящий 2019 год. И я не хочу вас здесь в этом видео учить и рассказывать вам о том, как это нужно делать, какие цели бывают, какие есть техники для постановки целей. Я сегодня с вами хочу просто поделиться своим опытом, как это делаю я. И возможно, кто-то из вас для себя что-то подчеркнет интересного, полезного, и тоже воспользуйтесь какими-то моими наработками. У меня для постановки целей есть вот такой отдельный специальный ежедневник, который я использую на протяжении нескольких уже лет. И в этом ежедневнике я именно прописываю цели и задачи на год. И я его использую также для того, чтобы в этом ежедневнике еще в течение года записывать какие-то разные идеи, которые мне приходят в голову. Я вам сейчас покажу свою прошлогоднюю табличку постановки целей. У меня это выглядит приблизительно вот так. Мои цели и задачи на 2018 год были. И вот такая у меня была таблица. Мне очень помогает, когда я цели и задачи прописываю в форме таблицы, как вы видели. Я делю страницу, вот я уже сделала заготовку, сейчас я вам покажу, я расчертила новую страничку для целей и задач на 2019 год. Вы видите, я разбила ежедневник на 6 частей. Для каждой части у меня есть оглавление. И также для каждой из 6 частей есть сфера, где я показываю, где я прописываю даты, к какому сроку я хочу, чтобы те или иные цели были выполнены. Извините, я буду иногда отвлекаться, потому что здесь проходят пешеходы, и здесь принято здороваться с людьми, поэтому буду иногда отвлекаться. Видео, вы уж меня за это простите. Я решила воспользоваться этой хорошей погодой перед 2 годом и снять сегодняшнее видео, пользуясь солнышком, которое, надеюсь, нам поможет. Как я разбиваю по сферам свои цели? У меня, смотрите, у меня такие прописанные сферы. Первая часть — это личностный рост и обучение. Для меня это очень важен, личностный рост. Я поэтому отдельно выделяю сферу для постановки целей в этой части своей жизни. Затем бизнес-работа, вторая часть, третья часть — здоровье, красота. Четвёртая — отношения, семья, пятая часть — финансы. И шестая часть — удовольствие и отдых. Вы можете выбрать себе другие названия ваших сфер, которые для вас наиболее важны в жизни. То есть это кому, что больше приходит на ум, что больше как бы по душе. Но я всё-таки советую четыре основные важные сферы жизни, их не упускать. И обязательно выделить в одну отдельную сферу отдых. Потому что многие из нас, когда прописывают цели на год, работа, работа, развитие, отношения, финансы, здоровье, спорт, и на отдых, и на мечты вообще не остаётся времени, а на это на самом деле очень важно. Поэтому я вас прошу и выделить то же время, и подумать над тем, какие вы цели хотите прописывать и хотите ставить именно в сфере удовольствия и отдыха. И что я хотела ещё сказать? Да, второй момент. То есть первое, что я делаю, я разбиваю по сферам своей жизни, цели. И затем я себе позволяю, я их не просто сажусь, пишу сразу, сначала я задумываюсь. Мне даже легче закрыть глаза, и я вам советую тоже делать. Вы, например, задумываетесь над целями бизнес-работы. И если вам сложно понять, какие цели вы хотите себе поставить в жизни, попробуйте просто закрыть глаза, отключить ваше сознание, и на вашем внутреннем экране попробуйте просто представить, чего бы вы хотели в вашей жизни, чтобы вам доставило удовольствие. Пусть на первый взгляд эти мысли, которые вам придут в голову, вам покажутся абсурдными, ничего абсурдного в жизни не бывает. Если эти мысли появились у вас в голове, значит, они важны вашей душе. Поэтому не отбрасывайте эти мысли в сторону, возьмите их на заметочку. И когда вы уже у себя в голове немножко по каждой сфере жизни будете понимать, какие цели вы хотите поставить, не нужно писать много целей. У меня вот вы видели на прошлый год, на 2018, у меня в каждой сфере было прописано где-то по 5-6 целей. В принципе, это много. Достаточно прописать 2-3 цели в каждой сфере, это уже будет хорошо. И очень важно писать цели, ну, конечно, просмартованные, чтобы они были, эти цели. Что такое смарт-цель, я вкратце скажу. Она досягаема, она специфична, она обозначена во времени. И важно эти цели писать в настоящем времени. То есть если у вас цель, например, открыть свой бизнес, например, открыть свой цветочный магазин, я не знаю, открыть свое ЧП, что-то производить, что-то делать, не пишите это в будущем, что открыть или я хочу, чтобы у меня было. Пишите четко, я открыл или я открыла магазин флористики по продаже цветов. И обязательно указывайте дату, к какому моменту вы хотите, чтобы в вашей жизни уже это было. Вот поверьте мне, когда вы будете это писать таким образом, эти цели, здесь уже включаются другие силы, которые помогают вам достичь ваших целей в жизни. Здесь уже подключается подсознание, которое будет работать на вас. Понимаете, наш мозг так устроен, что кроме логики есть еще подсознание. И вот это подсознание, если ему поставить четкое задание, намерение, может быть, вы слышали такой термин, то когда наше подсознание имеет от нашего мозга четкое намерение, то подсознание само уже будет искать, как эту цель приблизить к вашей жизни. К вам будет приходить информация, со всех сторон вы будете больше погружаться в эту тему, и цель будет более достижимая. Что еще я хотела сказать по целям и задачам? Сейчас подождите, я посмотрю свой листочек. В этом ежедневнике, где я планирую свои цели и задачи на следующий год, я его не использую как блокнот для ежедневных планов. Для ежедневного планирования я использую другой блокнот. Поэтому блокнот для целей и задач у меня остается один, и я люблю в течение года к нему возвращаться. Мне это помогает сфокусироваться на целях, которые я хотела достигнуть, либо можно их в течение года подредактировать, если вы понимаете, что где-то какая-то цель, может быть, была выбрана вами ошибочно. Ничего страшного в этом нет. И еще такая рекомендация. Если вдруг все-таки вам тяжело прокачать все ваши цели по сферам жизни, я беру именно это слово «прокачать», потому что такая таблица, она мне помогает каждую сферу жизни прокачать в плане постановки целей. Если у вас не получается, если вам это сложно, есть такая техника колесо баланса. Я постараюсь снять еще отдельное видео, выложить по этой технике колесо баланса. По колесу баланса вы можете посмотреть, какие из сфер жизни у вас немножко отстают в развитии. И те сферы жизни, которые у вас отстают в развитии, они как раз-таки будут проситься для проработки в следующем году, где вам нужно будет им больше уделить внимания. Бонжур! И те, для кого все-таки это сложно, то милости прошу нас к себе на консультации. Везде вы можете найти мой имейл. Под каждым видео я располагаю свой имейл. Пишите мне запрос по имейлу, и мы будем с вами работать, будем прорабатывать ваши, искать ваши цели в жизни. И так как я знаю сейчас еще немножко новые техники, которые позволяют очень легко и просто продвигаться к целям, и вместе в нашей работе, в нашем совместном тандеме вы сможете действительно ощутить, увидеть результаты работы с профессионалом. На этом, мои дорогие друзья, я хочу с вами прощаться. Я желаю вам нового, успешного 2019 года. Пускай он будет такой солнечный, ясный, красивый и радостный, как этот день сегодня, когда я записываю это видео. Пусть все ваши поставленные цели воплотятся в жизнь в 2019 году, а также пусть у вашей жизни, и ваша жизнь будет наполненная, много любви, счастья, здоровья. И пусть удача вам сопутствует всегда. На этом я с вами прощаюсь, пока-пока, и до новых встреч. Кто еще не успел подписаться на мой канал, пожалуйста, подписывайтесь. Слева внизу вы видите значок, как можно подписаться на мой канал. И я буду рада новым встречам с вами.